МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова здравствуйте, мои юные друзья! Всем привет! Я рад видеть вас всех снова на моем финансовом треке. Мы настраиваем, как всегда, наш каворкинг онлайн. Я сейчас трансляцию настрою. Друзья, давайте, как всегда, сегодня узнаем тему нашего тренинга и, как всегда, узнаем ее рандомным способом. А вот это будет у нас главным испытуемым... Юра! Санья! Давайте Санья пусть будет сегодня. Нет, нет, нет. Все. Ну, давайте, помогайте Санье понять, кто же она сегодня. Скажем так, вот Санья – это государственная программа, которая позволяет людям обойтись без ипотечного кредитования. Ну, я подумала, что это банк жилстроительный. Нет, это не банк. Нет, это программа. Жилищно-строительная программа. Открепите бумажку и покажите ей, что у меня написано. Блин! Только лоб не оторвите ей. Тема сегодня – как стать собственником жилья. Друзья мои, действительно, немало казахстанцев все еще нуждается в собственном жилье. Мы уже разбирали тему, связанную с приобретением жилья на предыдущем занятии. И мы с вами говорили на прошлом тренинге об... Ипотеке. Об ипотеке, верно. Так вот, друзья мои, ипотеке есть достойная альтернатива. Система жилстро-сбережений в Казахстане реально помогает заемщику улучшить его бытовые условия, его жилищные условия без особых на то затрат, без особой нагрузки на семейный бюджет. Мы, как всегда, сегодня разберем с вами реальные кейсы. Мы с вами узнаем новые полезные лайфхаки. И, конечно же, займемся практикой. Не только теорией, но и практикой. Вот. А заодно соберем наш финансовый... Так, Тосмон, помоги ребятам. К нам продолжают присоединяться онлайн-пользователи. Я напомню вам, что вот этот финансовый тренинг, он интегрирует вас, юных участников этого тренинга, в будущую профессию финансиста. Финансиста. Вы начинаете разбираться во всем многообразии финансового рынка. И, конечно же, помогать, начинаете уже помогать разбираться в этом вопросе вашим соотечественникам, рядовым казахстанцам. Я маме каждый день рассказываю. Сегодня один из вас отправится в жилстрой Сбербанк. Вот так вот. Это очень интересная командировка. Я хочу себе взять кредиты. Пойдем тебя поинтересуйся. Я думаю, что это очень правильно. Юра, отправляешься ты. Твоя задача, слушай внимательно, узнать все подробно о сервисе онлайн-уступка, которая помогает продать депозит ЖССБ и купить тому, у кого назрела некая необходимость. Все, Юрий, желаем удачи. Удачи. Давай, чувак. Друзья мои, я предлагаю нам сейчас углубиться в эту тему, да, может быть, немножко погуглить. Поэтому, друзья мои, сейчас мы обращаемся к истории вопроса. Наверное. Факт номер один. Система жилстройсбережений эффективно работает в Германии уже больше 80 лет. Смысл ее в том, чтобы накопить половину стоимости квартиры в банке, а затем получить вторую половину в виде кредита. Эта система учит людей сберегать средства, правильно составлять расчеты выплат. Факт номер два. В 1914 году в Лондоне был создан Международный союз по жилищному финансированию, который сегодня объединяет интересы 6 тысяч кредитных институтов со всего мира. Организация снабжает своих участников отчетами о новейших тенденциях в сфере жилищного финансирования, а также об успешных стратегиях отдельных финансовых организаций. Факт номер три. Психологи утверждают, что при покупке жилья для мужчин большее значение имеет общее число квадратных метров, в то время как женщины при первом же осмотре потенциального жилища расставляют в уме мебель и предметы интерьера, обращая внимание на планировку. Факт номер четыре. Некоторые эксцентричные граждане спешат обзавестись участком под застройку, который расположен на другой планете. Сейчас ловкие дельцы активно распродают поверхности Луны, Венеры, Марса и даже Меркурия. Стоимость инопланетной Земли от 70 евро за квадратный метр. Факт номер пять. Одно из решений жилищного вопроса в Казахстане – программа Нурлежер, где доступность ипотечных кредитов достигается путем государственного субсидирования компаний-застройщиков. Онлайн-трансляция нашего тренинга продолжается. Друзья, как ваш бизнес-коуч и финансовый тренер, я не устаю повторять вам волшебную формулу. Надо заставлять свои деньги работать. Верно. Так вот, как работает программа жилстроисбережений в Казахстане? Вы накапливаете на депозитных счетах в жилстроисбербанке 50% от стоимости желаемой квартиры, дома и так далее, и так далее. А оставшуюся сумму вы получаете у жилстроисбербанка кредит. Помимо низкой стоимости такого кредита, то есть там процентная ставка ниже, вы еще и получаете от государства до 20% помощи от суммы вашего накопленного депозита. Это не считая процентов, которые вам от банка капают на ваш депозит. Вот здесь вот приведены, друзья мои, примеры расчетов по такому депозиту, в данном случае на 5 лет, да, по двум видам таких депозитов. По персональному вкладу и по семейному пакету. Так, ну вот пока Аблай фотографирует, я скажу вам так. Друзья мои, у нас пришло время практики. Опрос? Тактика. Я вот за водой. Пришло время узнать, что же наше население знает о жилстроисбережениях, о программе жилстроисбережений в Казахстане. Так, кто поедет на опрос? Можно? Валерия, все, супер, отлично. И не забывай справляться об актуальной информации на сайте финграмота. ТОБЕЗАЛЕННО. Ну а мы будем ждать твоего репортажа. Главное правило моего тренинга – поменьше теорий, побольше практики. Кстати, к слову о практике, у нас на связи Юра. Подходим сюда, ребята. Вот видите, как вы уже сзади. Юрка на связь уже вышел. Юрчик, привет! Все, ребят, я в отделении банка. Сейчас поищу того, кто поделится со мной полезной информацией. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут консултант, я могу вам помочь. Расскажите, пожалуйста, что такое онлайн-уступка? Онлайн-уступка доступна на данный момент. Надеюсь, я был вам полезен. Обращайтесь еще. Все хорошо. Бурат Искарыч, я выполнил вашу просьбу. Узнал, что такое онлайн-уступка? Вот, ага, здорово. Это новый сервис в интернет-банкинге «ЖСБ-24». Он позволяет одним клиентам «Жилстрой Сбербанка» вместо расторжения договора выгодно продать свой депозит, а другим купить его и таким образом ускорить получение льготного займа на покупку жилья или ремонт. Кстати, онлайн-уступка или покупка-продажа депозита проходит в пять этапов. Первый. Продавец публикует объявление о продаже своего депозита. Второе. Заинтересованные клиенты подают заявки на покупку данного депозита. Потом система определяет покупателя, который предложит самую высокую цену. И покупатель, и продавец подписывают договор уступки депозита. И покупатель перечисляет деньги на счет продавца. И все. Депозит продан. Юрчик, давай, ждем тебя. Возвращайся. Все. Буду скоро в каворкинге. Только что вы получили еще один пример того, что знание в финансовой сфере – это залог вашего благополучного будущего. Если вы хотите переехать в новую квартиру или сделать, наконец, хороший ремонт, так вот, копите на это деньги и копите их с умом. Воспользуйтесь программой «Жил-строй-сбережение». Выплата кредита, которую вы возьмете в результате участия в программе «Жил-строй-сбережение», она не ляжет тяжким грузом, иногда неподъемным грузом на ваш бюджет, на вашу зарплату и так далее. Обеспечение жильем населения – это очень и очень важно. И, кстати, интересно, а что же казахстанцы у нас знают о программе «Жил-строй-сбережение»? Давайте-ка пообщаемся по каме с Валерией, конечно. Валерия, привет! Ну что ж, ребят, я уже в торговом центре, и я готова брать опрос у нашего населения. Поехали! Скажите, пожалуйста, что вы знаете о программе «Жил-строй-сбережение» в Казахстане? Честно, не знаю, я не знаю. Ну, ничего страшного в этом нет. Вам стоит лишь знать, что «Жил-строй-сбережение» в Казахстане является единственным банком в стране, который реализирует систему жил-сбережения. Спасибо вам большое, удачного дня! Да, нужно накопить 50% от стоимости квартиры. Верно. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о программе «Жил-строй-сбережение» в Казахстане? Ну, знаю, потому что у меня дети получили по этой программе. Да. Ну, это очень здорово. И стоит лишь знать, что «Жил-строй-сбережение» в Казахстане является единственным банком в стране, который реализует систему жилищных, строительных сбережений. Спасибо вам большое, удачного дня! Всего хорошего! Валерия, молодец! Супер! Вообще! Супер, поработала! Давай, возвращайся! Ну что ж, ребят, на этом всё. Я закончила. И я отправляюсь к вам. Ждите! Ждём тебя! А я здесь? А вот и Юра! А Юра уже здесь. Возвращайся быстрее, Юра уже пришёл. Так, Юрчик, давай. Давай. И молодец, ты прямо вовремя, потому что к нам присоединяется звезда. Юр, ближе сюда идёшь. Да, Юра, кто там? Финансовый кейс от звезды, это всегда интересно, потому что они такие же потребители финансовых услуг, как и мы с вами. Да, я тоже взять не буду. Всегда интересно узнать, что вот такие люди нам сегодня скажут. Ух ты ж, так. Слушай анимательно, как дела? Я помню, меня как-то позвала одна моя знакомая словами, типа, вот приходи, тут есть одна темка интересная. И я пошёл, попал в какой-то офис. Офис не обжит, и видно, что люди только туда переехали, либо в любой момент собираются оттуда переезжать. Началась, в общем, вот, ты вкладываешь столько денег, потом получаешь это, ты тянешь того, потом это, это, короче, игра, это не... Я говорю, слушайте, это же пирамида. Я говорю, нет, это не пирамида. Смотри, вот как мы отдыхаем. Мы отдыхаем там, мы отдыхаем тут. Я сказал, ребята, окей, хорошо, а почему вот у вас офис такой хороший, да, а вообще не обжитый? Почему, где у вас документы? Какие у вас есть какие-то? И, в общем, на такие вопросы уже я ответы не получал. И на данный момент очень много всяких финансовых схем, через игры, через приложения, через круизы какие-то, через какие-то бонусы или что-то. Я в это абсолютно не верю. Я считаю, что всё это в той или иной степени финансовые махинации. Ну что, давайте скажем нашей звезде спасибо. Спасибо большое. Это было классно. Всё, увидимся на концертных площадках. Валера пришла уже. Валера пришла. Давай, Валерик. Валерия пришла, да. Давай, Валерик. А вот и Валера. Подытожим тему, соберём наш пазл и теперь продолжаете вы. А можно не по традиции? Кто первый? Можно я первый? Давай, давай. А то Абылай уже надоедет. Юра, первый. Государственная программа «Жилстрой сбережений» предусматривает накопление денег вкладчиками на счетах специального банка и предоставляет займы на приобретение жилья после накопления 50% от стоимости квартиры. Займы в «Жилстрой сбербанк» выдаются под вознаграждение от 3,5% годовых. Банк дополнительно зачисляет на открытый расчетный счет клиента проценты вознаграждения. Государство дополнительно премирует клиентов «Жилстрой сбербанк». Государственные поощрения на такой депозит составляют порядка 20% в год. Замечательно. Отлично, друзья мои. Итак, вот у нас собрана целостная картина, в результате чего я могу сказать, что вы отлично поработали. Молодцы! Я обещаю вам на следующих занятиях еще больше активности, еще больше финансовых полезностей, лайфхаков, друзья. Ну и, конечно, напоминаю вам, что есть такое замечательное приложение «НБК Онлайн», конечно, которое создано для оперативного взаимодействия рядовых граждан с Национальным банком Казахстана по вопросам деятельности регулятора и по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, дорогие мои. Ну и в конце, конечно, как всегда, я вам говорю, чтобы вы вкладывали в свое будущее благополучное уже сегодня и, дорогие друзья, примножали свои финансы при помощи знаний. Все, на сегодня все! Спасибо! Аплодисменты! Аплодисменты! Субтитры сделал DimaTorzok